Йога верит, что есть принцип бумеранга. Все, что вы выпустили из своей психики в виде слова, в виде мысли или дела, все это возвратится к вам. Здравствуйте, друзья. Что есть в йоге такое, что вот так бесценно, почему это было запомнено и пронесено сквозь эти тысячелетия? И что там накопилось? Какой там опыт? Философия индийская очень прагматична. Она ищет благо, эйфорию, покой для души. Вот на Востоке ученик, учителя останавливает во время философской беседы и говорит, переходи к сути, конкретности, как я достигну блага. Вот прагматизм. В чем прагматизм, когда мы говорим о йоге? Вот представьте себе, нам дан вот этот бесподобный психический аппарат, наш ум. Но мы, как это известно, используем лишь часть. Йога нам дает некоторые ключи, некоторые возможности, если мы будем практиковать ее. Как войти в более глубокие слои нашей психики, нашей ментальности и править самим собой. Идеал йога – это освобожденный человек. Человек, который полностью контролирует самого себя, свои психические процессы. И как мы потом увидим в дальнейшем, когда углубимся вот в эту классическую йогу, она дает некоторые магические, можно сказать, магические, а можно сказать, сверхспособности. Когда человек погружается в свое бессознательное, и там начинает править, исправляет что-то. Некоторые страхи он исправляет, сублимирует энергию и так далее. Он становится ментально сильнее. Вот если прагматически посмотреть, что такое йога, вот с этой стороны, я так вижу. Йога – это тайна самонаблюдения и власти над самим собой. Закрыть глаза и заниматься медитацией ежедневно, становясь господином самого себя, освобождаясь. Идеал йоги – освободиться, не быть рабом материи. А вот как этого она достигает? Вот как раз это и есть классическая йога. Я хочу вам рассказать очень такую красивую легенду, йогическая легенда. Одного мудреца, умного человека, заперли в высокой башне. Внизу были друзья, у них была веревка, но они не могли подать ему эту веревку, чтобы он спустился, освободился. И у него была шелковая одежда, он из нее достал как-то нить и спустил эту нить. Но нить была такая тонкая, что эту веревку на эту нить невозможно было прикрепить. Поэтому они поступили так. На эту шелковую нить они привязали нить потолще, потом канат, и потом уже на канат они прикрепили веревку. Вот это несколько этапов, несколько степеней. Это есть вот эти ступени, о которых все говорят, 8-ступенчатая классическая йога. Давайте еще расскажу очень хорошую такую легенду. Это уже из Упанишад. Очень авторитетных Упанишад. В нескольких Упанишадах встречалась легендарная война между, можно сказать, ангелами и демонами. Там написано девами и асурами. Ангелами и демонами. Ангелы выразили истину, нарисовали, но демоны исказили этот образ. Потом ангелы выразили истину словом, но демоны опять исказили образ и так далее. Демоны всегда ее искажали. И в конце ангелы выразили истину очень простым ритуалом. Настолько простым, что нечего было искажать. И демоны проиграли. Это о мире. Вот как до нас доходит истина. Она все время доходит искаженной. Как вот испорченный телефон в нашем детстве. Такая игра была. Да, учитель говорит ученикам, потом они передают так, как они поняли. И в конце концов это учение вообще искажается. Это уже не то, о чем говорил учитель. Вот метод йоги, если ее посмотреть в йога-сутрах, вот эти восемь ступеней, если увидеть во всем этом очень простой ритуал власти над своей психикой. Первая ступень называется «Яма». Первая ступень называется «Яма». Переводят как «этические моральные установки». Вторая называется «Нияма». «Яма» состоит из пяти пунктов. «Нияма» состоит из пяти пунктов. Я перечислю. Тоже почти то же самое, что в любой религии. Не красть, не врать и так далее. Это первые пять моральных предписаний. И вторые пять – это «Нияма». Молиться, быть чистым, заниматься аскетизмом. То, о чем мы говорили. Самообучение. Читать вот эти сакральные источники. Об этом мы уже говорили. Но я хочу показать вам вот эту «Яму» и «Нияму» с другой стороны. Вот человек начинает заниматься йогой. Первое, что он должен сделать, он должен прекратить некоторые волны в своем уме. Некоторые свои действия, которые вызывают вот так эти волны. Потому что при другом подходе он просто не сможет заниматься йогой. Он, этот путь для него закрыт. О чем я говорю. Вот если к своему телу, к своей психике, к медитации, вот этим аскетическим каким-то упражнением ежедневным относиться как к тренировке, как к дрессировке. Мы дрессируем свою нищую натуру. Но даже опытные дрессировщики знают, что у некоторых животных есть периоды некой активности, когда к ним лучше не приближаться. Это очень часто связано с сексуальной активностью. Ну, так или иначе, нужен определенный образ жизни, чтобы заниматься йогическими медитациями. Поэтому, говорится так, если вот эти пять абетов, пять предписаний, ямы, не будут возведены в абсолютный махаврата, по-моему, так называется, в абсолютную степень, как великие абеты. То есть, не будут буквально исполняться йогическая деятельность, потом тренировки, медитации. Это теряет смысл. Когда человек убивает кого-то или ворует, когда он постоянно врет, он все время в его подсознании, эти волны все время в напряжении, потому что он все время, вот Майамото Мусаси, великий фехтовальщик, который написал книгу «Пяти колец», в конце жизни не мог принимать ванну без меча, все время он находился с мечом, потому что, ну, он много убил в жизни и ждал, что его тоже так убьют. Вот для йога такая жизнь, здесь не говорится о морали. Морально убивать нельзя, но во время войны, там, Бхагавадгита, я сейчас вообще об этом не говорю. Классическая йога вам говорит вот такую вещь. Вы должны жить спокойно с природой, придерживаться вот этого Ахимса, это называется, неврождения. Первая и главная заповедь – быть не агрессивным, не причинять страдания, ни мыслю, ни словом, ни делом. Вот вокруг нас прокрытие, да, природа, у которой есть некий другой интеллект, общий. Если получится быть не агрессивным, то, оказывается, вот эта паракрития, эта субстанция накрывает такого человека неким куполом. Даже животные становятся не агрессивными в присутствии этого человека. Оказывается, если он никогда не врет, его слова как-то связываются с реальностью, и получается заклятие словом. То есть он говорит кому-то «будь здоров», и этот человек становится здоровым, потому что до этого уже какое-то время он никогда не говорил ничего неистинного. Вот то, что он видит, то, что он мыслит, то он и говорит. И как-то вот эта реальность события и его слова на тонком уровне друг с другом связываются. И поэтому, когда он достигает некого магического, некой силы через вот это самообучение, через аскетическую жизнь, он получает вот эту способность. Мне она очень понравилась. Он говорит кому-то «будь праведен», и тот становится лучше, чем был. Говорит кому-то «будь здоров», и тот становится лучше, чем был. Говорят, что если он не крадет, и он отказывается вот от этих блестящих каких-то вещей этого мира, в конце концов, все они стекаются к нему. Материя, вот эта прокрития, начинает как-то его одаривать всем, что ему необходимо. Помните, Христос говорил своим ученикам, что вот даже птицы не беспокоятся, и не нужно беспокоиться духовному человеку, как-то там все завтрашний день будет нормальным, и вот этот хлеб придет. Вот что-то такое говорится и в йоге. Сейчас перейдем к Нияме. Что такое Нияма? Нияма, мы уже говорили, это та же Крия-йога. Помните? Ну, если слушали мою одну из праздных лекций, Крия-йога – это подготовительный этап йоги. Человек должен быть религиозным, человек должен быть аскетичным, человек должен заниматься самообучением, то есть он должен ежедневно некоторое время тратить, вот как раз на то, что вы сейчас делаете. Если ему интересна медитация, он должен вот обучаться медитации, этому ментальному строю, ментальному, который есть в Хагавадгите, в Упанишадах. Там же описаны вот эти ментальные состояния тех древних мудрецов, поэтому. И чистота, то есть внешняя, внутренняя и удовлетворенность. Вот я перечислил Нияму. Другими словами, человек должен быть хорошим человеком. По-христиански это почти один в один, да? Если быть хорошим человеком, то и религии, которая вокруг вас, яма и Нияма будут соблюдены. Йога верит в карму. Сейчас я должен вот поговорить о карме чуть длиннее об этом. Это важно. Йога верит, что есть принцип бумеранга. Все, что вы выпустили из своей психики, в виде слова, в виде мысли или дела, все это возвратится к вам. И вот так мы по этим путям кармы все время странствуем. Вот такая мысленная картина ягическая. Из-за своих кармических долгов мы все время накапливаем карму. Частично благую, белую назовем карму, частично плохую, черную карму. И мы получаем сполна. И за все хорошее, что мы совершили, и за все плохое. Вот это и есть наша карма. И так мы странствуем. Понимание этого механизма кармы может дать вот ту опору, на которую потом можно поместить всю ягическую, медитационную практику. Поэтому вот эти этические ступени яма и не яма, они важны, но они должны быть поняты адекватно. Потом идет третья ступень – асана. И вот в этой самой знаменитой классической ягической книге об асанах говорится, что это удобная поза, в которой можно находиться долго и в которой можно успокоиться, очистить ум и думать, медитировать и все. Потом следующая ступень – это пранаяма. Пранаяма, если перевести, означает управление энергией. Вот помните, снова я возвращаюсь, вот эту нитку, шелковую нитку, очень тонкую, да, и потом на эту нитку уже привязали обычную нитку, он очень осторожно поднял, и у него в руках оказалась уже обычная нитка. К этой нити привязали канат, он поднял, в его руке оказался канат, и потом уже он поднял веревку, привязали, и у него оказалась веревка, и он убежал. Вот то же самое. Первые ступени – это яма и не яма, этическая, это просто как нужно жить. Потом асана – это не ступень, это просто нужно сесть или лечь, закрыть глаза, и все. И вот начинается пранаяма, управление праной. Вот управление праной, как таковой, в нашем организме есть праны, разные, то есть энергетические потоки, энергия. Но среди всех энергетических всего есть дыхание, которое функционирует и сознательно, и бессознательно. И вот я очень сейчас такую простую вещь говорю. Вы можете сознательно дышать, то есть вдохнуть, выдохнуть, или можете слушать меня, и дыхание автоматически продолжится. Вот об этом я говорю. Дыхание – это как бы дверь в подсознании, чтобы повернуть внимание вовнутрь, интроспекцию, чтобы произвести. Вот дыхание есть как раз та нить, на которую потом нить потолще можно привязать и взять. И вот нам говорят, что нужно некоторое время заниматься, тренироваться в том, чтобы дышать сознательно. Человек садится или ложится, лечь, сесть, не имеет значения, закрывает глаза и не делает ничего. Он просто вдыхает и выдыхает ритмично. У него внимание переключено на дыхание. Здесь вся сложность в простоте. Очень трудно перенести внимание вот на это дыхание и остановить его. Там вот эта концентрация, йога стремится к концентрации. Медитация – это высшая степень концентрации. Так вот, все начинается с дыхания, не потому, что это дыхание само важно. Нет, просто мы начинаем учиться переносить внимание вовнутрь, с внешнего мира. И вот дыхание – это некая дверь. Если вы посмотрите на дзен в Японии, например, там то же самое. Там садятся и сознательно дышат. И говорят, что это очень важное упражнение. Вся сложность в простоте. Если вы заинтересуетесь, есть некоторые упражнения дыхательные в другой йоге, которая потом уже развилась в хатха-йоге, в раджа-йоге, в кундалини-йоге. Я обо всем этом написал в своих книгах, но здесь я не буду касаться и не советую заниматься кундалини. Нам говорят, что благодаря паранаяме, то есть вот тому упражнению, там, о чем я сейчас говорил, мозг, ум очищается и становится пригодным к концентрации. Мы все используем лишь часть нашей психики, маленькую часть. Чем больше мы будем использовать, тем лучше. Вот йога к этому ведет, и дверь, там, вот эти дыхательные упражнения, которые дыханию имеют второстепенное значение. Просто человек начинает ежедневно внимания уделять дыханию, дышит сознательно. И постепенно он обнаруживает, что он может концентрировать лучше свои мысли. И потом идет следующая ступень, это пратья-хара. Ежедневно занимаясь вот этим медленным ритмичным дыханием, человек обнаруживает, что, ну, как вам сказать, идеальный кабинет. Он как-то в комфорте закрыт в своем уме и органы чувств, пять органов чувств, зрение, слух и так далее. Его не беспокоят. У него закрыты глаза, ну, там нет ни шумов, ни какого-то запаха, но все равно. Он, знаете, как там написано, как черепаха, которая вбирает в себя свои конечности. Вот это называется пратья-хара, вбирание в себя, на неком этапе, занимаясь вот этой праная-емой, человек обнаруживает, что он может ментально отделиться от своих пяти органов чувств. Это называется пратья-хара. И после этого идут три высшие ступени йоги. Одна называется тхарана, другая называется тхияна, и третья называется самадхи. это как бы концентрация, медитация и высший вид медитации. После того, как человек занялся некоторое время упражнения в дыхании, он останавливает свою психику, в его психике остается только то место, на чем он концентрируется. если ему удастся 12 секунд задержать абсолютно внимание на чем-то, он говорит, что он достиг вот этой ступени тхарана. Потом 12 тхаран это тхиана, и 12 тхиан это самадхи. Ум не уходит в дебри ассоциации, ничего не вспоминает или ни о чем не думает. Ум постепенно, вот как мышца, кто-то тренирует мышцу, и мышца все лучше и лучше ему подчиняется, становится сильнее. Также вот эта концентрация. Человек ежедневно занимаясь концентрацией, может на какое-то время сконцентрироваться на чем-то одном, потом подольше, и потом где-то примерно 20 минут получается, или полчаса, если он сможет удержать внимание, вот на этой точке, где-то 20 минут, полчаса, это называется, что он вступил в самадхи. Вот эти восемь ступеней йоги. Зачем они нужны? Вот когда человек вступил вот в это высшее состояние самадхи, он начинает исследовать весь мир, он начинает медитировать над проявленным миром, над энергетическим, то, что он внутри ощущает, над своим подсознанием, над своей психикой, и этим он обретает другое знание, не то знание, которое есть у ученых, которые наблюдают, нет, здесь говорится о другом знании, потому что он получил в руках некий новый телескоп, или микроскоп, вот это последние ступени йоги, тхарана, тхиана и самадхи, их учитель Патанджали объединяет и называет саньяма, по-моему, он говорит, что вот эта процедура взять что-то и погрузиться, концентрироваться полностью, вот это называется саньям, высшая процедура йоги, и так мир прокрыти субстанции начинает открывать свои тайны человеку, и так человек исследует мир, получает некие ситхи, магические силы, как человек потом использует вот этот тар классической йоги, и что он получает, как он понимает мир, и какую власть это все дает ему, и какая у него высшая цель, об этом поговорим в следующей беседе, я думаю, на этот раз хватит всего вам хорошего.